Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В предыдущем видео я рассказал о том, как банки немножечко жонглируют процентами и немножечко лукавят. И здесь тоже можно это использовать немножечко в повседневной жизни. Смотрите, когда мы берем комиссии, то есть есть варианты часто, которые просто банк платит нам или не только банк, производитель товаров часто платит нам деньги за то, что мы купим. Это кэшбэк. Давайте посмотрим, насколько отличается кэшбэк, сколько это процентов. По сравнению с процентами годовым. Давайте возьмем, опять же, за опорную ставку 6% годовых. Это ставка по депозиту, наиболее распространенная. Вот, и легко можно найти такую ставку. Так вот, когда нам банк обещает 1%, давайте, ну опять же, на примере Тинькова. У Тинькова, когда я покупаю что-то, то эта комиссия, значит, с каждой покупки начисляется, но я получаю ее не сразу, я получаю ее по итогам месяца. То есть в течение месяца считаются все покупки, в конце месяца по итогам Тиньков считает, и мне на счет сбрасывается живыми деньгами кэшбэк. Кэшбэк. И у меня, например, в месяц получается от Тинькова 100 рублей, это процент на остаток по счету, в среднем я трачу 40 тысяч в месяц, и где-то 400 рублей кэшбэком. То есть кэшбэк в 4 раза больше. Почему? Опять по этой же причине. Смотрите, кэшбэк 1% с каждой покупки. Покупки суммируются в течение месяца. То есть все, что я купил за месяц, 1% мне возвращается. В году 12 месяцев. 1 умножаем на 12, получается 12% годовых. А если считать, что за месяц, то есть в начале месяца это я жду месяц кэшбэка, а в конце месяца покупки жду один день. Поэтому, значит, если в среднем считать, то 15 дней. Итого получается, в среднем 15 дней, если я жду кэшбэка, то 24% годовых, то есть ровно в 4 раза больше, чем процент по депозиту. 64, 24. Вот такая арифметика. Поэтому выбирайте кэшбэк побольше. Старайтесь его увеличить всегда, всеми способами. Друзья мои, я всегда говорил, что кэшбэк это круто. Поэтому посмотрите на структуру своих трат. Если вы где-то найдете, что то, где вы тратите больше всего денег, дает, скажем, идет в категории повышенного кэшбэка, подключайте эту категорию обязательно. Ну, например, у меня есть карта Бинбанка, в которой подключен пакет авто. И по этой карте я получаю 5% кэшбэка за бензин. За остальные покупки 1%, но Бинбанк не дает процент на остаток. Поэтому, что я делаю? Когда я подъезжаю к заправке, я просто достаю телефон, с Тинькова перевожу деньги на Бинбанк, ровно столько, сколько мне нужно на заправку, и заправляюсь, когда рассчитываюсь Бинбанком. Вы скажете, геморрой? Ну, не знаю, не знаю. Вот вчера, например, я просто взял и компенсировал 1665 рублей. От Бинбанка у меня компенсировалась заправка. Наличкой тоже, ну, как бы вернулась на карту 1665 рублей. Там, правда, получается не совсем наличка, ну, то есть компенсация покупок. В Тинькове просто, безусловно, деньгами и все, я могу больше ничего не покупать. Вот, а здесь, ну, 5%, ребята, я этим пользуюсь. 5 умножаем на 12, сколько получается? 60% годовых. Просто сравнивайте. Если я покупаю что-то через интернет, то я пользуюсь платформой WinWinPeople. Я про нее рассказывал много раз. Там позволяет, например, на МВидео 10% получить выгоды. Вот по сравнению с той же покупкой в магазине. За наличные. Смотрите, мы заходим в интернет через кэшбэк платформу. Все очень просто. И получается, что если я оплачиваю картой, да, 4,7%, насколько я помню, дает WinWinPeople кэшбэка от покупки. Если я оплачиваю... Да, и я захожу в стандартный, то есть через платформу захожу в стандартный интернет-магазин МВидео. А в стандартном магазине при расплате, при оплате картой 5% скидка. То есть я беру товар, например, за 1000 рублей. Он мне достается не за 1000 рублей, а за 950 рублей. Из 950 рублей я еще получаю 4,7%, еще почти 50 рублей кэшбэка на WinWinPeople. Но WinWinPeople Capital, он дает кэшбэк не сразу, далеко не сразу. Его надо накопить. И там его достаточно долго копить. То есть там практически вот эти 4,7% годовых, то практически получается 4,7% годовых. Ну и что? Все равно это здорово, это надо делать. Да, на бензине у меня, например, Газпромнефть дает бонусами 5%. Их можно потратить только на Газпромнефть, но если я там постоянно заправляюсь, то, в общем сказать, это мне серьезная экономия. Я точно так же по бонусной карте еще раз в 2 месяца точно заправляюсь бесплатно. Ну, то есть 2 раза за 2 месяца я заправляюсь бесплатно. Один раз за счет кэшбэка, второй раз за счет бонусной программы. Ну это большие деньги набегают. Я посчитал, там 40-60 тысяч в год набегает. Они не лишние. Я надеюсь, что это видео было полезно. И ссылки на Apple Capital, на Тинькова, на Рокетбанк вы сможете найти в описании к видео. Подключайтесь, ребята, это очень-очень здорово на самом деле. Просто экономьте свои деньги, считайте свои деньги и подумайте. Деньги ваши, отбросьте эмоции. Многие говорят, что Тиньков это дерьмо всякое и так далее, реклама. Отбросьте эмоции. Ваши деньги! Вы их получаете! Спасибо за внимание! С вами был Демитков Юрий.